Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Во время она возвед Иисус очи, и, видев, яко мног народ грядет к нему, глаголок Филиппу, чим купим хлебы, да едят сии, сие же глаголыше, искушая его, самбо ведящий, что хочешь сотворите. Отвещай ему, Филипп, двема стома, пенясь хлеба, не давлеет им, да кожда их мало, что приимет. Глаголы ему единот ученик его Андрей, брат Симона Петра. Есть отрочище, где един, иже имать пять хлеб ячменных, и две рыби, но сии, что суть, вселико. Рече же Иисус, сотворите человеки возлещи, беже трава много на месте, возлеже оба мужей числом, яко пять тысяч. Прияд же хлебы Иисус, и хвалу воздав пододе учеников, ученицы же возлежащим, такожди и от рыбу, ели кахотяху. И яко насытишися глагола учеником своим, соберите избытки у круг, да не погибнет ничисоже. Собраши же и исполнишися дванадесяти коши у круг от пяти хлеб ячменных, и же избыши ячим. Человец же, видевши знамени, ежи сотвори Иисус глаголаху, яко сей есть воистину пророк, гряды и в мир. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 июня, среда, и в этот день Церковь предлагает нам евангельское чтение от Иоанна, 6 глава, с 5 по 14 стихи. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежащим. Тогда же и рыбы сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Такое евангельское чтение предлагает в этот день нам сегодня Церковь. Это повествование о насыщении пяти тысяч человек пятью ячменными хлебами и двумя рыбками является невероятным чудом, которое совершил Господь. Это чудо, насыщение пяти тысяч, описывают все четыре евангелиста. Однако очень важным замечанием является то, что это повествование именно в Евангелии от Иоанна предваряет очень важную беседу, именуемую беседой о хлебе жизни, которую говорит Господь. Эта беседа о хлебе жизни находится только лишь в Евангелии от Иоанна. Синоптики, то есть евангелисты Матфея, Марк и Лука об этой беседе ничего не говорят. И вот эта знаменитая беседа, которая излагается также в шестой главе после совершения этого чудо, невообразимого чуда, играет очень важную роль в понимании и того, что совершает Господь. То есть того, что сейчас мы с вами слышали. Итак, можно представить себе картину, как толпа народа окружает Христа и Господь видит, что время идет уже к вечеру и люди уже проголодались и для них нужно будет много пищи, чтобы они все смогли насытиться. И вот он обращается к своим ученикам, где нам купить хлеба, что нам делать, столько много народа, как бы испытывает их веру. Но, конечно же, здесь иные толкователи говорят о том, что это чудо очень было важно для веры апостола Филиппа. Другие говорят, что он хотел услышать от учеников то некое предложение, которое могли бы они сделать. Но Господь уже знал, что он совершит. Это великое чудо и знамение, которое поразило вообще всех. Как можно насытить такую толпу народа, пять тысяч, а то и более, то есть не считая женщины, детей, пятью кусками и двумя маленькими рыбками. Более того, когда все насытились, наелись, еще набрали с собой, осталось двенадцать коробов кусков, которые апостолы собрали. Это невообразимое чудо. Он может все, он может насытить толпу несколькими кусками хлеба. И народ говорит, что это тот пророк, которому должно прийти в мир. Эти слова поражают и нас сегодня. Ибо прежде и до совершения этого чуда иудеи, а ведь они были и здесь, среди народа, и возможно и книжники, и фарисеи, они говорили о том, что бес в тебе, что ты говоришь совершенно непонятные вещи. Но когда совершается такое чудо, они готовы признать его пророком и поставить царем. Почему так? И ответ на этот вопрос дается дальше, как раз таки в повествовании, в беседе о хлебе жизни. Господь удаляется в другое место, и эта толпа идет за ним. И очень важным моментом встречи Христа с этой вновь толпой являются его слова, обращенные к народу. Да, он действительно видит сердце каждого человека и понимает, зачем к нему вновь идет вся эта толпа. И он тут же сходу говорит им, вы пришли не для того, чтобы слушать мое слово, но вы пришли, потому что вновь проголодались и хотите есть. Действительно, они ищут Христа только тогда, когда для них что-то становится потребным и необходимым. Они хотят есть, и они ищут Христа. И здесь Господь начинает говорить свою беседу о хлебе жизни. То есть это беседа о Евхаристии. Господь говорит, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, кто будет, того я воскрешу в последний день. И эти слова их опять поражают. То есть они готовы идти за ним, когда он творит такие чудеса, но они не готовы его слушать. И многие, как говорит, как повествуют евангелисты, усомнились и отошли от него. И вот на самом деле это повествование вместе с беседой о хлебе жизни очень важно для каждого из нас сейчас, современного человека. Ведь многие люди идут ко Христу, идут к Богу, идут в церковь, ища того, что Господь устроит их жизнь. Что они будут сытыми, одетыми, обутыми, ни о чем не будут помышлять, никакие болезни и скорби не будут в их доме. Мы приходим к Богу тогда, когда нам становится плохо. И ищем Христа. И действительно, Господь готов нам помочь в этом. Господь готов откликнуться на просьбу каждого из нас. И это мы видим на протяжении всего Евангелия. И здесь, когда Господь сотворяет это чудо, и то первое чудо, которое совершает Господь на браке в Кане Галилейской, когда не хватает вина. Господь рядом, Господь готов каждому из нас помочь. Но все это помышление о материальном, оно является второстепенным, вторым или третьим по порядку. Потому что каждый из нас должен понять и выстроить приоритеты своей жизни. А они исходят из слов Писания. Они исходят из слов самого Христа. Господь говорит, прежде ищите Царствие Небесное, все остальное приложится вам. Да, во всем остальном я вам помогу. Но ищите, направьте все свое стремление к Царству Божьему, к тому, чтобы достичь Его. И тогда, когда вы устремитесь к этому, все остальное покажется вам второстепенным, третьим, четвертым, пятым в вашем этом порядке. Этому Господь пытается научить нас сегодня и в этом Евангелии. В этом невероятном чуде, которое поразило многих. Но после слов Спасителя о себе самом, после слов Спасителя о Царстве Божьем отвратило многих. Поэтому каждый из нас должен дать для себя ответ, кто для нас есть Христос. Рави из Назарета, учитель нравственности или справедливости, просто проповедник. Или же Христос есть Сын Божий, как исповедуют его апостолы, апостол Петр. Ты, Христос, Сын Бога Живаго. Это мы должны понять сегодня, это мы должны сделать, ибо мы, христиане, призваны к тому, чтобы цель нашей жизни и всякий человек призван к этому, было достижение Царства Небесного. Ну что же, дорогие братья и сестры, сегодняшний день мы слышали Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 5 по 14 стихи. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Храни всех Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!